Здравствуйте вы на канале Дмитрий Завьялов и это ТОП 10 крылатых ракет стоящих на вооружении разных стран. И открывает нашу десятку противокорабельная крылатая ракета шведского производителя РБС-15МК-3, в качестве носителя используются только корабли, дальность пуска этой ракеты составляет 200 километров, скорость полета на маршевом участке 0,8 маха, вес боевой части 200 килограмм. Девятое место занимает американская противокорабельная крылатая ракета RGM-84 Гарпун Блок-2. Эта малогабаритная ракета имеет дозвуковую скорость полета 0,85 маха, осколочно-фугасную боевую часть массой 225 килограмм. Максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 километров. Восьмое место занимает турецкая крылатая ракета большой дальностью SOM, является первым оружием Турции для уничтожения дальних целей, рассчитана на запуск с воздуха, с земли и с моря. Радиус поражения составляет 200 километров, масса боевой части составляет 230 килограмм, скорость полета на маршевом участке 0,9 маха. Седьмое место. Крылатая ракета BGM-109G «Грифон» США Сухопутная модификация BGM-109A, приспособленная для запуска с подвижной пусковой установки, разработана в сотрудничестве между ВМС и ВВС США для замены устаревшей ядерной крылатой ракеты MGM-13. Радиус поражения составляет 2500 километров, масса боевой части составляет 150 килограмм, скорость полета на маршевом участке 0,9 маха. Шестое место. Storm Shadow SC-LAP Naval, Франция. Многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальностью, с автономным наведением. Полет ракеты осуществляется в режиме следования рельефу местности по заранее выбранному коридору. Дальность пуска этой ракеты составляет 1000 километров, дозвуковая скорость 0,8 маха. Вес боевой части составляет 450 килограмм. Пятое место. P-800 Onyx. Советско-российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Может применяться и против наземных целей. При этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз по сравнению со штатными 300 км в противокорабельном варианте. Максимальная скорость полета – 2,6 маха. Вес боевой части составляет 300 килограмм. Четвертое место. YJ-18 Китай. Современная ракета «Орел-18» – это модификация российской системы «Клаб», которой у Китая был доступ после закупа у России подводных лодок проекта 636 класса «Килла». 10 лет назад. YJ-18 подходит для запуска с китайских судов различных типов из подводных лодок. Это вызывает беспокойство у американских военных. Радиус поражения составляет 530 км. Максимальная скорость полета – 2,5 маха. Масса боевой части – 300 килограмм. Третье место. Совместная российско-индийская ракета «Бра-Мос». Ракета основана на П-800 «Оникс» и может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов. Ракета «Бра-Мос» постоянно модифицируется и улучшается. Максимальная скорость полета на сегодняшний день составляет 2,8 маха. Радиус поражения составляет до 300 км. Ракета несет обычную боеголовку весом от 200 до 300 кг. Второе место занимает три. М-54 «Калибр» – Россия. Ракеты семейства «Калибр» были созданы на основе двух проектов – стратегической ядерной крылатой ракет «Ри» ТМ-10 с боевым радиусом 2,5 км и контура противокорабельных ракет «Альфа». Точных характеристик ракеты, поступающей на вооружение российской армии, в открытом доступе нет, кроме публикации о ракетах для атомной подводной лодки проекта 885. По сообщениям от 2012 года, дальность стрельбы ракетами «Калибр» по наземным целям составляет 2600 км. Вес боевой части составляет от 200 до 450 кг, в зависимости от модификации. Максимальная скорость полета – 2,5 маха. Первое место занимает стратегическая крылатая ракета России «Х-101» и «Х-102» в исполнении с термоядерной боевой головкой. Крылатая ракета «Воздух-Земля» с использованием технологии снижения радиолокационной заметности. Ракета выполнена на новой технологической основе, имеет исключительно российские комплектующие, использует комбинированную систему наведения, инерциальная система и оптико-электронная коррекция и другие системы. Может получать комплексную информацию по маршруту и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения, имеет возможность принципиального перенацеливания ракеты на другой объект. Дальность спуска этой ракеты по разным данным составляет от 6000 до 9000 км. Максимальная скорость – 0,8 маха. Вес боевой части составляет 450 кг. На этом все, делитесь в комментариях своим мнением и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!